Время новостей на телеканале Север. В студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. В Ненецком округе продолжают отмечать главный праздник тружеников Тундры – День Оленя. Накануне торжества прошли на востоке региона. Получить заграничный паспорт стало проще. В главном офисе МФЦ установили криптобиокабину. Одаренные дети из Ненецкого округа возвращаются из Российского детского центра «Океан» с багажом новых впечатлений и знаний. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. И в начале выпуска информация об эпидемиологической обстановке в регионе. За прошедшие сутки в Ненецком округе зарегистрировано 10 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу и Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО. С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 1487 человек. 8 из них за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 12 летальных исходов от коронавируса. В настоящее время на лечение с диагнозом COVID-19 находится 353 человека. Из них стационарное лечение получают 76 человек, амбулаторное – 277. С начала пандемии проведено 33 759 ПЦР-исследований на выявление инфекции. На учёте в Управлении Роспотребнадзора состоят 806 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. На избирательных участках Наридмара будут установлены 12 современных комплексов обработки избирательных бюллетеней. Оборудование автоматически сортирует и считает бюллетени. Это позволит исключить любые внешние вмешательства, а также устранить все счётные ошибки. Подробности далее. Сначала голосование 20 августа 2021 год. Современный комплекс обработки избирательных бюллетеней состоит из двух сканирующих устройств принтера и имеет два режима работы – тестовый и режим реального голосования. Вот они установлены на накопителях, накопители для приёма бюллетеней и один принтер для распечатки данных. Вот сейчас принтер распечатывает данные. Комиссия должна убедиться, что… значит, сверить название выборов, кандидатов, потом строки протокола. Всё это распечатывается на листе. Вот. Если всё верно, то тогда продолжится. Это оборудование использовалось в регионе на нескольких участках ещё пять лет назад. А в этом году оно впервые будет применено для трёхдневного голосования. Каибы также имеют режим переносного голосования. Для этого членам участковых избиркомов необходимо опустить бюллетени граждан, голосовавших на дому. И комплекс посчитает их отдельно. Данные комплексы обработки избирательных бюллетеней отличаются от обычных ящиков для голосования тем, что сюда невозможно вложить пачку бланков за один раз. Поэтому вбросы в избирательный ящик исключены. При попытке сделать вброс автомат выдаст ошибку двойной лист. Мы понимаем, что участковая комиссия, проработавшая день или, как у нас будет на выборах в сентябре, трое суток, она, естественно, будет уставшая. Кроме того, избиратели будут голосовать двумя бюллетенями. Да, это всё тоже усложняет подсчёт. На одном участке у нас в четвёртой школе будут дополнительные выборы, то есть избиратели будут использовать три бюллетеня. Всё это автоматически сортирует и считает вот этот вот комплекс обработки избирательных бюллетеней. Напомню, избиратели Ненецкого автономного округа будут выбирать депутатов Государственной думы Федерального собрания 8-го созыва, депутатов Амдермы и Омского сельсовета, а также глав и депутатов в Пустозерском и Малоземельском сельсоветах. Голосование будет проходить в течение трёх дней – 17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Ненецком округе продолжают отмечать главный праздник тружеников тундры – День оленя. Во многих хозяйствах из-за сложной эпидемиологической обстановки от торжественной части отказались, а на востоке региона в СПК «Рассвет севера» праздник всё-таки отметили. Хозяйство в этом году стало лидером по производственным показателям по итогам прошедшего сезона. Подробности далее. Своего главного праздника оленеводы с нетерпением ждут целый год. Мужчины заранее готовят упряжки к зрелищному состязанию – гонкам на оленях упряжках. Бригадир стойбища Денис Хатанзейский говорит, что животных к этим соревнованиям специально отбирают и учат лучших из лучших. Проверяем, как кто едет, сколько гоняем, специально выбираем. Готовите? Да, специально. А как выбираете животное? Может какие-то признаки у него есть? Ну, видно, видно. По оленю сразу летите. Оленевод знает. К соревнованиям оленеводы готовят не только свои упряжки, но и сами тренируются. Ежегодно на праздники в ходе традиционных ненецких состязаний выясняют, кто здесь самый ловкий, меткий и сильный. Для чумработниц этот день тоже особенный. С утра нужно успеть переделать все дела по хозяйству. Впрочем, многодетная мать Надежда Талеева говорит, чем раньше встанешь, тем больше успеешь. Надо встать рано, часов 5-6, затопить печь, приготовить завтрак, приготовить сухую чистую одежду детям, мужчинам, мужу, то есть, чтобы он мог плотно позавтракать, ехать стадо, собрать стадо. В седьмой бригаде порядка трех тысяч голов оленей. Всего в СПК на сегодняшний день поголовье составляет 13 тысяч, выпас которых осуществляют семь бригад. Численностью работников 64 человека. В этом году за победу в отраслевом соревновании «Рассвет Севера» получил премию в размере 150 тысяч рублей. Средства перечислены на счет хозяйства для поощрения лучших работников. День оленя – это не только веселье и развлечение, но и возможность жителей тундры собраться вместе, обсудить итоги работы за год, в том числе и с представителями власти. Это освещение тех вопросов и проблем, которые существуют, и, конечно же, решения. Это, в первую очередь, отчеты представителей СПК о внутрихозяйственной деятельности. Это те вопросы, которые были, освещение тех вопросов и проблем, которые были подняты в прошлом году и как они решены сегодня. Это информационная часть, которая полностью должна, помимо своего празднования, должна доводиться непосредственно до тружеников наших, наших жителей тундры. В этом году празднование Дня оленя в Нинецком округе проходит в усеченном формате. Многие хозяйства в связи с пандемией не проводят праздничные мероприятия. А в тех хозяйствах, где праздник все-таки проводят, количество гостей из населенных пунктов ограничено. При этом по поручению Юрия Бездудного строго контролируется соблюдение эпидемиологических требований. Вся эта команда, которая прилетела сюда, они все привиты и, кроме этого, накануне прошли ПЦР-тестирование. Поэтому мы, безусловно, заботимся о тех, кто сегодня в тундре и ни в коем случае не завезли сюда никакой коронавирус. Итоги соревнований подведены. Хозяева и гости собираются у импровизированной сцены, где для них выступают артисты социально-культурного центра «Престиж». Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Получить заграничный паспорт стало проще. В главном офисе МФЦ установили криптобиокабину. О новом механизме расскажет Катрина Тайбарей. Ряды государственных помощников пополнили и современные технологии. В офисе МФЦ появилась криптобиокабина. Теперь, чтобы получить загранпаспорт, можно обойтись без визита в паспортный стол. У нас появилась возможность осуществлять прием граждан по приему заявлений на выпуск заграничного паспорта нового образца, так называемого. То есть паспорт, который содержит биометрические данные заявителя. Кабина оснащена системами цифровых фотокамер, бестеневого освещения, сканерами отпечатков пальцев и документов, считывателем штрих-кода и другими устройствами. Плюс система в том, что вам не нужно будет лично приходить в управление Министерством внутренних дел. Вся процедура с момента подачи заявления и выдачи готового паспорта осуществляется на базе МФЦ. Для получения заграничного паспорта необходимо обратиться в офис МФЦ, подать заявление, оплатить госпошлину, пройти со специалистом в криптобиокабину для снятия биометрических данных и ждать извещения о готовности паспорта. В зависимости от жизненной ситуации, перечень документов для получения загранпаспорта может разниться. Для более подробной информации вы можете обратиться оператору колл-центра по номеру телефона, который вы видите на экране. Специалист также отмечает, что сроки изготовления заграничного паспорта остаются прежними – от одного до трех месяцев. Катерина Тайбарей, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Северное лето – пора отпусков. Жители Ненецкого округа, отправляясь на Большую землю, выбирают один из двух способов для выезда из региона. Один из них – переправа на пароме, что более выгодно по сравнению с авиаперелетом. Василий Хатанзейский продолжит тему. Василий Леонидович, добрый день. Добрый день. Ты путевую не брал? Свежую. Перед каждым выходом на воду Евгений Югенцев совершает своеобразный ритуал, проверяя уровень воды по своему маршруту. Уже более 45 лет он работает в судоходной навигации. Профессиональный путь Евгения начался еще в 1976 году. После окончания училища он начал работу на судне в Вологде. В 1972 году поступил я в речное, в 1976-м закончил. Приехал вторым-вторым, второй штурман после училища. Работал в Вологде постоянно. Но где-то в 2007 году пришлось уволиться, потому что пароходство ликвидировалось, Суханская речная. После увольнения Евгений и решил приехать на Ненецкую землю. Начинал выходить в море за полярным кругом на пароходе СТ-9. После пришлось переехать в Архангельск, где он дорабатывал до пенсии. После решил вернуться обратно в Ненецкий округ. Навигация за полярным кругом не так уж и сильно отличается от судоходства на реках в центральной полосе России. Больших-то особенностей не наблюдается. Просто здесь навигация бывает покороче, быстрее замерзает. Ну а там вот на Волге работали, когда ходили у себя. Там навигация подлиннее. Там и 8 месяцев мы работали. Навигации были. Бывало в декабре заканчивали, в марте начинали. Ну а здесь что, здесь постоянная работа по расписанию. Вот так вот, работая по расписанию уже седьмую навигацию, Евгений доставляет местных жителей на Большую землю. В основном работа идет в период отпусков с июня по сентябрь. В комфортных условиях и соблюдением всех мер безопасности жители округа могут отправиться в маленькое путешествие на Большую землю. На протяжении двух суток для всех пассажиров предоставляют все для благоприятного переезда. Каюты все. Сейчас в этом году был ремонт для пассажиров. Все сделано. Условия, значит, белье одноразовое выдают повара у нас. И сейчас занимается этим. Ну, распределяет по местам, естественно. После каждого похода до Большой земли все каюты проходят дезинфекцию. В связи с тем, что сейчас коронавирус, обработка идет чаще, тщательней намного, чем было раньше. Ну и все-таки все равно у нас повешены все антисептические средства. Путешествие на Борже достаточно выгодно для пассажиров, которые едут вместе с машиной. Цена места в каюте – 700 рублей. Цена на перевозку автомобиля уже зависит от габаритов. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, Антон Бодряков. Телеканал «Север». Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию продолжает проведение ежегодных ремонтных работ в общественных банях. Уже совсем скоро жители района Лесозавод смогут посетить отремонтированную баню номер 4. Ежегодные работы по устранению поломок ведутся в штатном режиме. Ежегодно в летний период проводятся ремонтные работы бани. В начале сезона составляется график закрытия бани. В среднем ремонт бани с 3 недели. Как правило, меняется полностью парильное отделение, меняется вагонка, пологи. Также проводим работы по ремонту печей. Помимо периодичного ремонта, на протяжении штатной работы в банном отделении номер 4 заменяют краны и устраняют незначительные поломки. Помимо ремонта бани на Лесозаводе, также были отремонтированы общественные банные комплексы номер 1 и 2. Подробную информацию, как работают общественные бани, можно узнать на официальном сайте комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию, который вы видите на своих экранах. Ненецкий автономный округ участвует в конкурсе «Сокровища России». Регион будет бороться за звание, где будут названы главные достопримечательности России по 8 номинациям. Все номинанты выдвигаются официальными представителями Российской Федерации, которые постараются подобрать все лучшее в своих регионах. Но окончательный выбор стоит за аудиторией National Geographic. Голосовать можно только за одного представленного номинанта. Можно голосовать неограниченное количество раз, но не более одного раза в сутки. Поэтому призываем всех наших жителей поддержать наш округ и активно, активно, каждый день голосовать за наших номинантов. Голосование за номинантов открыто и пройдет до 10 октября. Отдать свой голос можно на сайте, который вы видите на своих экранах. В Ненецком округе 9 августа пройдет акция «Свой среди своих». В этот день жители округа традиционно выйдут на улицы города в национальных костюмах, чтобы напомнить о важности сохранения традиций народов мира. Традиционно с 2019 года в Ненецком округе проходит акция «Свой среди своих», посвященная Международному дню коренных народов мира. Акция у нас традиционная. Люди откликаются на эту акцию очень охотно, так как традиционный костюм – это все-таки подчеркивает принадлежность человека к его народу, к его роду. И, в общем-то, каждый, кто одевает этот костюм, преображается. Подать заявку для участия в народной акции «Свой среди своих» может любой желающий житель региона. Для этого нужно заполнить форму заявки, которую вы можете найти на официальной странице этнокультурного центра в социальной сети ВКонтакте. Одаренные дети из Ненецкого округа возвращаются из Всероссийского детского центра «Океан». Уже завтра они прилетят в окружную столицу. За время отдыха талантливые ребята специально для телеканала «Север» подготовили небольшой репортаж. Давайте посмотрим. Творчество без границ. Именно так можно характеризовать три недели, которые провели во Владивостоке одаренные дети из Ненецкого округа. Мастер-классы по вокалу, музыке, танцам, а еще покружение в новые технологии. Ведь лагерь «Океан» – это про то, чтобы идти в ногу со временем. Отдохнуть на побережье Японского моря посчастливилось 20 ребятам из Заполярья, которые проявили себя в искусстве и музыке. Все они прошли конкурсный отбор портфолио и за время поездки успели подружиться. До приезда в «Океан» я не был ни с кем знаком. Но «Океан» – это возможность найти новых друзей и исполнить свои мечты. Уезжать прям хочется и не хочется. Самые запоминающие моменты – это у нас был как под завершение смены салют. Условия для отдыха детей отличные. В столовой вкусная еда, обогащенная витаминами. Кормят вкусно, пять раз в день. Условия для проживания достаточно адекватные. Живем мы по 3-4 человека в одном кубрике. У нас были очень загруженные дни. У нас не было свободного времени. И про то, как позвонить маме с папой, бабушке, я уже забыла. Программа смены была составлена так, чтобы каждый ребенок смог попробовать себя в различных сферах искусства. Будь то живопись, прикладное творчество, музыка или танцы. Досуг ребят организовывали и опытные вожатые. В «Океане» у каждого ребенка есть возможность попробовать свои силы в чем-то новом. Реализовать мечты, показать таланты. «Океан» – это страна детства, в которой царит атмосфера дружбы и веселья. Главная цель всех сотрудников «Океана» – подарить детям их детство и создать для этого все благоприятные условия. Выезд в Владивосток был организован в рамках программы для одаренных детей за счет средств бюджета Ненинского округа. Всего в 2021 году во всероссийских детских центрах «Океан», «Орленок» и «Артек» по этой программе отдохнут порядка 60 талантливых ребят. Елизавета Кабанова, Степан Куличенко, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.